От повседневного халата до свадебного платья, расшитого деревьями и птицами, кутюрье села Кандон представили свои коллекции в нанайском стиле. Показ национальных костюмов прошел в Доме народного творчества, посетители выставки смогли увидеть не только одежду, но и танцы аборигенов Дальнего Востока. О значении национальных атрибутов, как никто другой, могут рассказать танцоры из хореографического коллектива Кэку. Каждый удар бубна имеет свое значение. Танцевальные движения сопровождаются песнями. Нанайский язык входит в обязательную школьную программу жителей села Кандон. Научилась вышивать лет, наверное, с двух-трех, как начала иголочку держать. Мастерица Наталья Дегор – обладательница многочисленных премий за швейное искусство. В ее коллекции несколько десятков национальных костюмов. Особенно кропотливая работа – пошив свадебного халата. Узоры на спинке – это древо жизни, самый главный элемент, означающий родовое древо каждого из нанайских родов. Прикладываешь там, все примеряешь, собираешь, шьешь, ну, два-три месяца, где-то так. Ну, если, конечно, нигде в другом месте не работать, а каждый день, ну, шесть-семь часов на это уходить. Село Кандон, в переводе кедр, считается одним из самых древних поселений при Амурье. Первые упоминания о стойбище относятся к 17 веку. На сегодняшний день численность населения – чуть более 500 человек. В Хабаровск мастеров народного творчества приглашают регулярно. В полной мере ощутить колорит нанайских костюмов зрители смогли во время дефиле. Однако после показа модели признались, что в таких нарядах прийти на собственную свадьбу не решаться. Национальная мода исключительно для подиума.